Вот подумайте, что может заставить человека, не знающего, что такое работать в смену, ночью встать с постели и приехать на природу? Мало того, залезть в ледяную воду. Естественно, состояние праздника. Да какого? Праздника Крещения Господнего. Эта естественная и только русская традиция культивируется, естественно, комплексом русской бани на Малиновой. И тут у внимательного и понятливого зрителя возникнет правильный вопрос. Ну а что в этом такого? После жаркой парилки окунуться в прорубь-то легко. И надо понимать, что в эту ночь бани-то были действительно полны. Но вот сколько любителей этих бань приехало, вызвало неподдельное удивление. Ведь по сравнению с прошлым годом количество любителей правильного дровяного пара и банных традиций увеличилось на порядок. И это тоже чудо, и объяснение ему простое. Это лучший комплекс по всем показателям. Исконно русские бани, бани от комфортных до шикарных, и при этом можно попариться в компании и потратить не более 100 рублей за час. Вот поэтому количество друзей этого комплекса растет постоянно. Ну а самые отчаянные из них принимают ледяную купель на Крещение. Вот мне посоветовали оттуда провести репортаж. Я там был только в Турции в январе. А здесь интереснее? Да, здесь интереснее, гораздо интереснее. Оно таким как-то фик его знает. Непередаваемое ощущение. А в первый раз? Третий. Три года подряд езжу. Извините, вот такую замечательную фигуру это только в русских банях? Только там. Как оно? Отлично. Не холодно? Нет. Ну, стоит попробовать? Конечно. Мне показалось, что сюда налили горячую воду. Вам показалось? Да. А все остальное это нашим огнемагнитогорских тел? Жжет очень хорошо и красиво. Порекомендуете всем куда приходить? Русские бани. Скажите, пожалуйста, здоровье прибавилось? Наверное, да. Страшно было? Нет, не первый раз. Не страшно. Ну, с праздником вас. Спасибо вас тоже. Вода кипит? Кипит. Отчего кипит? Да, святой праздник, чего вот и кипит. Вы куда приехали праздновать этот праздник? Мы сюда приехали. Мы любим здесь праздновать все праздники. Первый раз. Прям понравилось. Минус 21 не чувствуется? Нет, не чувствуется, что. Нормально, тепло, хорошо. А выходишь, вообще замечательно. Общее состояние праздника есть? Хорошее, Алексей. Конечно, есть. Большое спасибо хозяину этих бань, которые придумал и организовался. Солидно, хорошо, красиво. Всего этого могло бы и не случиться, не будь у руководства комплекса «Русские бани» на Малиновой желание устраивать праздники каждый день. Ведь посещение этих бань – это действительно праздник. Ледяная купель у каждой бани. Десяток видов парения и со снегом в том числе. Подогреваемые бассейны, массаж, свежайшие веники, чистота и романтика. Вот из этих составляющих вы, в принципе, можете смешать и собственный неповторимый коктейль богатырского здоровья и энергии. И все это русские бани на Малиновой. Вот, наверное, лет 20 назад, будучи атеистом еще бы, я бы назвал это все синдромом массового сумасшествия, купания, накрещения. Ну, Господь показал мне другую дорогу. И вот обратите внимание, чтобы не соврать, вот так вот замерзает провод на улице минус 21. И, честно говоря, супруге я своей хотел показать, что вот, оказывается, прошлый год был немножко такой страшный и неприятный. Но год 2011, крещение, здесь 200 человек просто при нас залезли в воду. То есть атмосфера праздника сохраняется, так что прорвемся, а тем более закалившись в таких замечательных купелях от русских бань.